Эй, you love this Эм, ха Терамным тейгаданным Эм, ха И тейморусом нелеганным Эм, ха В тайском боксе, как и во всех других единоборствах На первой тренировке тебе скажут Мы научим вас драться Но лучше эти знания не применять в реальной жизни Если есть возможность убежать, лучше убежать И мне просто интересно На секции бега тренер говорит Мы научим вас бегать Но если есть возможность подраться, деритесь И не дай бог я узнаю Если кто-то применил секретную технику челночного бега Пойдете заниматься к этим боксерам-сакунам И кто-то может подумать Вот ты трус, не мужик, убежал На самом деле у нас в стране очень сильное размытое понимание мужественности Если ты пошел, сделал маникюр, то ты гей А если ты голый, с другими парнями, в бане, пьяный Красавчик! Продолжай в том же духе! И как у нас начинаются самые мужские мероприятия То, что парни созваниваются друг другом и говорят Ребят, давайте сегодня без баб Мне кажется, это только порно-актеры могут говорить друг другу Ребят, давайте, пожалуйста, сегодня без баб Пожалуйста, один день, чисто для себя, посидим Я реально уже устал И мне кажется, на такие мероприятия, которые проходят без баб Надо ездить только в том случае, если ты сомневаешься в своей сексуальной ориентации Тогда, да, созваниваешься с друзьями Покупаете водку, едете за город, раздеваетесь, напеваетесь, идете в баню Сидите два часа, если через два часа ничего не происходит Просто встаете и говорите Всем спасибо! Все натуралы, всех поздравляю! До встречи через месяц на плановой проверке! И ни одно такое мероприятие, на самом деле, которое проходит типа без баб, без баб не проходит Потому что через час все начинают их вызванивать И девушки, открою вам небольшой секрет В первую очередь вызваниваются не самые красивые В первую очередь вызваниваются те девушки, чьи имена стоят в начале алфавита И мне кажется, это такой бонус за то, что этих девушек в школе вызывали первыми к доске Я не знаю, смотрят ли меня сейчас школьницы Но если вас первыми вызывают к доске, не расстраивайтесь Ждите И если ты настоящий мужик, ты, значит, должен ненавидеть геев Я нормально отношу к геям Видели геев вообще? Они же все такие подкачанные, холеные, что-то стильные Я рад, что они геи Будь они натуралами, я бы не смог с ними конкурировать Я когда вижу такого красивого парня, я думаю, хоть бы ты был геем И знаете, каким бы смелым мужиком ты не был Когда ты видишь полицейского, ты начинаешь себя вести немножечко более приличнее Полиция это госструктура, которая создана для того, чтобы нам помогать Но мы их боимся Было бы здорово, если бы мы так боялись скорую Здоровее нация была бы Знаете, в любой момент, где подходит сотрудник здравоохранения и говорит Терапевт Петров, ваша температура превышаем Кстати, что касается ДПСников, с ними та же история Когда мы проезжаем пост ДПС, мы всегда чуть-чуть притормаживаем Видели, как выглядят водители, когда они проезжают пост ДПС? Они такие Я пристегнут На моем руле две руки Потому что именно так меня учили в автошколе, куда я ходил, прежде чем купить, а сдать на права И это у нас в Генах Я однажды ехал в машине, где был маленький ребенок И когда мы проезжали пост ДПС, он переставал плакать Он выглядел как водитель А я в детском кресле Мы законопослушная семья Я запланированный И еще, если ты разговаривал по мобильнику И приезжаешь пост ДПС, ты обязательно прячешь мобильник Все так делают, каким бы крутым типом ты ни был Алло, Вася, ты покойник? Покойник? Подожди И если автомобилисты боятся ДПСников, то пешеходы боятся автомобилистов Только в России ты будешь стоять на зебре У тебя будет гореть зеленый Но если вдалеке ты увидишь машину, ты не пойдешь Ты будешь ждать, пока она остановится И даже когда она остановится, ты не пойдешь Ты будешь ждать, пока водитель тебе сделает Такое ощущение, что он выбирает Так ты нет, а вот ты да-да-да Но для меня самые крутые, смелые типы Ездят не на машинах, они ездят в метро Видели этих крутых типов, которые Что? Поручень Я не держусь за поручень Поручни для лохов У них, знаете, стойка так пошире всегда Руки обязательно вот здесь И они такие Такой серфер, который ловит волну в метро И мне сложно выступать образцом мужественности Потому что мне 27 лет, я живу с мамой И жить с мамой потрясающе Великолепно, я всем рекомендую Не в том смысле, что живите с моей мамой, нет Не в этом смысле И каждый раз, когда я выхожу из дома Мама дает мне наставление Типа, не стой на краю платформы, столкнут Не стой рядом с дорогой, собьют Зачем ты взял с собой ноутбук? Ты достанешь его в кафе, за тобой просидят Ударят по голове, ты умрешь Мне кажется, когда я вечером возвращаюсь домой Мама думает, красавчик, выжил Я, если честно, не рассчитывала Я поэтому и не готовила Кстати, видели, как мамы готовят? Видели, как мамы готовят больше? Она берет пятилитровую кастрюлю, не меньше Меньше она даже не будет заморачиваться И мама никогда не готовит мало Мама в плане еды, это всегда тот человек, у которого есть чё? Мам, есть чё поесть? Ну есть неплохие сырники Чё, реально неплохие? Ну да, вон, посмотри на батю Он с утра два заточил, и батя такой О-о-о-о И его ещё где-то часа три на хавку пробивать не будет И для мамы важно, чтобы еда была не только вкусная, но и красивая Иногда, конечно, у неё что-то не получается Но она не будет это выбрасывать Она положит это себе Замечали, семья собирается за столом, за ужином У всех на тарелках всё красиво И у мамы какой-то кривой огурец Какой-то развалившийся Торт, я не знаю, попка от курицы Такое ощущение, знаете, посмотришь на мамину тарелку Что она из какой-то другой бедной семьи Мамину тарелку бы увидела африканский голодающий ребёнок Сказала бы, серьёзно будешь это есть? Ну такая, да, рисковая ты? И мама, когда готовит, обязательно смотрит телевизор А причём спиной Мама это единственный человек, который слушает телевизор И она поворачивается только в тот момент, когда услышала действительно что-то значимое Она стоит, что-то нарезает и слышит Антонио, я должна признаться тебе, я беременна От двоюродного брата твоей сестры, который выжил во Вьетнаме Новая ласка-магия чёрного И когда я говорю, что я живу с мамой, некоторые люди мне соболезнуют Типа ты не можешь привезти девушку к себе домой Да, но для меня это какой-то слабый повод снимать квартиру Вряд ли я сниму квартиру и как попрут бабы-то Просто буду держать дверь Мама, помогай, шлюхи нападают Держим оборону Под моим окном, знаете, не тусуются толпы девушек, которые говорят А, Комаров, очень сильно хочется потратиться, ты не могу снять хату? Не, если в зале есть девушки, которые на вопрос, каким должен быть идеальный парень, отвечают Он должен быть квартиросъёмщиком Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому